у меня уже на канале было несколько роликов на тему медицины в польше иногда поступают вопросы я сегодня звонила в поликлинику чтобы записаться к врачам и покажу вам увидела там новую такую функцию где показано какая очень какие очереди каким специалистам вот некоторые не верят то что я там озвучивала сколько нужно ждать в очереди некоторые написали что я выдумываю или там преувеличиваю вот я сейчас вам покажу что я увидела на официальном сайте поликлиники чтобы вам было понятно как это все выглядит а вы мне напишите в комментариях как выглядит вот такая медицинская служба у вас тяжело ли записаться к специалисту сколько нужно ждать и ну какие нужно условия исполнить для того чтобы попасть к этому специалисту как можно быстрее зашла на сайт поликлиники и покажу вам какие очереди показывает мне компьютер например записаться к физио на физиотерапию 384 дня в очереди по состоянии на 22 февраля первая свободная дата была на 13 марта на 12 марта двадцать четвертого года больше года ждать далее гастроскопия 105 дней первый термин это 9 июня колоноскопия на 31 мая нас по состоянии 23 февраля далее посмотрите герматолог 8 дней ждать это еще не это еще очень хорошо нефролог 13 дней ждать это еще очень хорошо невролог 73 дня ждать до 8 марта окулист до 14 декабря ждать 294 дня здесь я не понимаю вот ортодонт реабилитолог и стоматолог на стоматолог я понимаю почему потому что это частный кабинет здесь взрослые должны платить за визит а вот реабилитацию я не понимаю возможно здесь ее уже нету потому что на реабилитацию всегда были огромнейшие очереди даже по два года далее уролог 259 дней до 9 ноября кардиолог кардиолог 644 дня то есть можно записаться на 27 ноября 24 года даже не 23 24 года кардиологу сам больше всего людей умирает от болезней сердечно-сосудистых заболеваний и ортопед на 7 июня единственное что меня смущает это реабилитационная поликлиника ну кабинет реабилитации 0 дней вот это я еще проверю потому что всегда были очень тоже большие очереди ну вот показываю вам как есть чтобы не говорили что я что-то там выдумываю конечно же не все специалисты из каждой поликлиники ну вот из того что есть то я вам показываю ну вот выбросила старую грелку и заказала на аллегро новую заказала две штуки сейчас будем открывать разрезала я заказала так и пришло потому что писали некоторые заказчики что какой цвет не заказывай у них и так один и они высылают только один я не знаю я из трех выбрала два и какие я выбрала такие мне и пришли сейчас покажу чек цена просто более чем демократичная вот такие точно как у меня были вот видите 7 злотых вот два раза по 839 это по 839 одна штука плюс 737 за доставку это мне пришло на 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 станцию на поле новую на заправку орлен туда можно можно было заказать и там забрать вот я там забрала вот сейчас принесу старую пару себе снук сравняем как оно было хотела сказать сравним потому что по польски по рувнам и вот моя старая грелка и вот так которая у меня сейчас сейчас я вытащу ее из этого ну в принципе похоже ну вот теперь наверное так лучше видно но в принципе в принципе похоже вот если смотреть по рисунку то рисунок сходится резина здесь и резина здесь одинаково так что за такую демократичную цену и за такую дешевую доставку я заказала сразу две грелки на всякий пожарный что думаю будет будет окей вот перед сезоном мы занимаемся размножением нашего винограда сделали срезы посадили такую мокрую землю и будем ждать результатов вот они стоят около окна посмотрим что получится виноград сорт не знаю название но очень вкусный тонкая кожура почти нету косточек и в нашем климате дозревает до такой сладости я просто ним обидалась в этом году поэтому решила что нужно увеличить наши 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 кустики нашу плантацию потому что мускат он более кислый такой типа изабелла а этот просто можно кушать кушать и кушать и даже не покупать тогда на рынке сегодня второе готовлю мясо и поделюсь с вами очень быстрыми классным рецептом вот так нарезаю мясо на такие котлетки отбиваю их немного слегка с двух сторон вот видно что я их отбила немножко и присыпаю разными специями солью всем чем вам нравится и затем я обмакивать буду со с двух сторон в муке вот так вот еще чесночка туда добавляю забыла сказать и сейчас отправляю на сковородку с жиром поджариваю с двух сторон до золотистой корочки каждый кусочек мяса теперь я складываю в как это называется по-польски это шипковар называется по-русски это скороварка заливаю все кипяточком закрываю скороварку и оставляю тушить может на 15-20 вот такая у меня скороварка и мясо тушится конечно можно тушить и в обычной кастрюльке на маленьком огне вот открыла и сейчас проверим мясо очень нежное и очень мягкое как говорю можно готовить и в обычной кастрюльке налить кипяток прикрыть и на маленьком огне тушить до готовности получается очень вкусно и вкусный соус вот такой обед у меня получился каша мой маринованный перец мяско посмотрите какой она мягенькая и соусом под такой подливка я заливаю кашу она получается тогда сочная и также пропитанная вкусом и ароматом мяса всем советую этот способ приготовления потому что он очень простой и очень очень вкусный и доступный всем